Елена, у Вас сегодня последний день панчакармы. И я поэтому хотела спросить, ну, во-первых, с каким настроением Вы заканчиваете панчакарму? Как Вы себя чувствуете? Что Вы чувствуете? Никогда не думала, что так грустно заканчивать лечение. Обычно, скажем так, когда вообще даже в детстве, или когда приходишь к какому-то возрасту, рубежу, всегда кажется, что вот закончу лечение, вот наконец-то, вот будет хорошо, закончу это все принимать, все это делать. Грустно заканчивать эти процедуры. Это именно для меня терапия, процедура омоложения, оздоровления. Разве хочется заканчивать процесс, когда ты в процессе омоложения, оздоровления и улучшения себя само. Мне кажется, вот это вот, именно поэтому становится грустно. Ну, этот процесс не заканчивается. Дома Вы можете это продолжать, и этот режим, и прием каких-то препаратов, и вообще все, все, чему Вы тут научились, все, что Вы узнали об Айурведе, о стиле жизни, это все можно применять, конечно. А какие будут реальные ощущения по поводу здоровья? То есть, вот с чем Вы приехали и с чем Вы уезжаете? Ну, скажем, если говорить о физических каких-то моментах, да, мне сложно судить, потому что моей задачей, моим запросом было прийти и получить такое духовное, духовное, даже не слово развитие, а духовную гармонию, скажем, в очищении я уже проходила их очень много. Здесь мне есть о чем поговорить. Вот в моем случае я ощутила потерю веса, допустим, 3 килограмма. Кому это нужно, это будет обязательно. Физическое улучшение, это может быть как внешне то, что видно, это волосы, которые стали, перестали выпадать, стали просто расти, то есть у меня появились новые волосы, и, кроме того, мне кажется, что за 15 дней я приеду уже, у меня такая прям грива выросла. У меня ресницы выросли, да, и мне очень нравится состояние кожи, то есть вот это именно из той серии, я сама бы гладила вот эти руки и плечи, то есть мне приятное ощущение, что я приправиваюсь к коже, и эта кожа мне приятна. Организм работает как часики, в общем, такое какое-то состояние, что вот организм работает в часики, а когда организм работает как часики, есть желание творить, есть желание работать, потому что когда что-то не так, в состоянии какой-то там боли, болезни, да, Ну какая энергия? Энергии нет, соответственно, нет желания. Не работает, не творит вообще. Там вообще ничего не хочется делать. А здесь вот желание есть, потому что я вообще не думаю, что там с организмом, в нём всё классно. Прекрасно. Вот такой у меня вопрос. Первый день, когда Вы приехали, у Вас было очень высокое давление. Это давление как давно у Вас было? В течение какого времени до приезда сюда? Ну сказать, что я приехала с давлением, честно скажу, что я не приезжала с давлением. Видимо, это на меня сказывается дорога, потому что лет 10 назад у меня давление было 270. То есть на сегодняшний день, когда оно было там 160, это для меня было не давление. Но сегодня это давление 115-120. То есть сейчас я уезжаю с давлением, которое называется давление, которое имеет космонавт. Мне можно отправляться, можно сказать, в космос. И это меня, конечно, радует. Потому что когда мне говорили мерить давление постоянно, я не хотела это намеренно мерить, потому что не нравились мне цифры. Сейчас я абсолютно спокойно подхожу мерить давление, понимая, что там нормальные цифры. Прекрасно. Вот у других людей я заметила реальные улучшения состояния позвоночника. Я хотела спросить у вас, почувствовали ли вы какие-то изменения в своем позвоночнике, в своем мышечном, сказать, аппарате? Легче ли вам стало двигаться? То есть вот в этом плане есть какие-то новости? Есть. Есть улучшения. Мне казалось, что у меня вопрос в шееворотниковой зоне, в плечевом отделе, шея, там, седьмой шейный позвонок. Но оказалось, что вы как наставники определили, что это вообще, в принципе, грудной отдел и даже отдел крестца. И у меня были процедуры направленные на и отдел крестца, и отдел грудной отдел. И я ощутила, что у меня совершенно вот свобода, вот у меня даже плечи опустились. Ну, в свое время, как я говорю, да, у меня даже шея просто уже стала больше, потому что, когда плечи опускаются, иначе вот это было какое-то состояние темно, как тяжести, да. И вот эти вот места просто уже расстапились и ушли. Поэтому вот это то, что я… Мы же как женщины, мы видим внешне, что происходит. Да, а то, что оно улучшилось изнутри, оно не беспокоится, даёт возможность просто жить. Это прекрасно. Но у меня самый главный вопрос. Довольны ли вы вообще пребыванием тут, во Франции, в клинике Махакалия-Рвьеда? Довольны ли вы всем, что здесь происходило? Сказать слово «довольна», проведя здесь 15 дней, и когда мое интервью проходит в последний день, тут рыдать хочется, что нужно уезжать просто. И вот это чувство «довольна», оно, конечно, будет проявляться потом, потому что я себе сама уже записала столько видео, проговаривая о том, что меня покорило это место, меня покорили наставники. Ну, Мария, естественно, и Ирина. Для меня это… Я уже думала, ну какие мне ещё наставники, кто мне ещё по жизни придёт? Да, я получила наставников. Ну, как вы говорите, вы проводники. Я получила проводников, для меня это гораздо больше, чем наставники. До сих пор у меня были наставники. Сейчас у меня есть проводники. И, конечно, я безусловно довольна, потому что мой запрос на то, чтобы моё чистое состояние было не просто… Да, чистый организм, здоровый организм, но у многих я чисто здоровый организм, хотя не знаю. Мне кажется, что теперь моё здоровое состояние, мой здоровый организм получил вот то, что нужно, когда есть ещё и внутренняя гармония. Мне гармонично, мне спокойно внутри. Мне уже не хочется бежать, мне не хочется скакать, как бы образно. Я почувствовала себя гармоничной женщиной, не просто человеком, а женщиной. Мне это очень нравится. То есть на самом деле вы почувствовали себя самой собой, какой вы были всегда изначально. Да, да. Просто жизнь накладывает свой отпечаток, ритм жизни, образ жизни. Во время Банча Кармы человек встречается с самим собой. И я очень желаю это состояние сохранить как можно дольше. И для меня очень ценно ваше замечание по поводу того, что вы получили тут не только улучшение физического здоровья, но и какой-то духовный потенциал для дальнейшей жизни. Однозначно. Даже то, что вы как проводники помогали мне понимать мою внутреннюю сущность, без какого-то там фанатизма, без какого-то там я не ушла в горе медитировать. Я осталась вот здесь, вот в этой жизни. Это нормально. Я люблю, когда мы остаемся здесь, потому что легко уединиться от людей и делать то, что там, как бы уйти. Я остаюсь в миру. И вот в этом состоянии гармонии и того, что есть внутри меня, я настолько довольна тем, что я нашла внутри то, что я должна делать. Оно мне так созвучно, потому что, когда человеку говорит, что ты должна делать это, тебе предназначено это Богом, а у человека какая-то дисгармония, у меня всё созвучно, мне всё укладывается, мне всё заходит. Поэтому я очень довольна. Спасибо большое. Вы очень красивая женщина. Я желаю счастья вам и вашей семье, и крепкого здоровья, исполнения всех желаний, материального процветания и благополучия во всех делах. И ждём, заходите, приезжайте ещё. Каждые полгода. Каждые полгода. Я помню. Махакаль, Эрведа, с Марией и с Ириной. Теперь это моё кредо жизненное. Благодарю вас тоже. И, конечно, намасте. Благодарю. 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 Благодарю.